Ваша просьба подойдет? Да, я там. Да, давай, напиши. Готовы, вот это погорелище. Вот у вас просить, с какой просьбой жалобой вы обратились к БТР? Конкретно не скажу пока. Ну, планируете, да? А что вас приводит? Ну, будущее России, наверное. Будущая Россия, это основной ваш вопрос, да? А на региональный можно? На региональный? Но хотелось бы, чтобы цены на транспорт сократились, чтобы жизнь была лучше, чтобы молодежь не выезжала в Москву. Как он нам и моим друзьям помогает. Мы преданы ему очень этому товарищу. ЛТПР делал. Я к нему обращался. Он мне тоже сделал доброе дело. Он миллионер, не миллионер. Надо сказать, у меня избирателей очень и очень много. Обратная связь есть? Обратная связь есть. Добрый день, дороги и друзья. Впервые после Великой Отечественной войны, после Второй мировой войны, в центре Европы было такое циничное массовое убийство. Убийство по политическим мотивам, по национальным мотивам. Потому что в Одессе очень много русских. Это больше русский город, чем украинский. Там всегда стоял наш флот, наши моряки. И они, зная, что на Куликовом поле сторонники, настроенные на защиту русского образа жизни, сначала подожгли этот палаточный лагерь, загнали в дом профсоюзов и затем подожгли. Выводы такие же циничные, как и само преступление. Виноват ветер. Они еще дошли бы до того, чтобы сказали, что виноваты законы физики. То, что разгорелся огонь и начали гореть материалы. Совершенно нелепое оправдание. Хотя лица преступников любой может зайти в интернет и посмотреть. Имена их известны. Один, правда, из них, Сотник Микола. Его уже где-то свои собственные друзья, правосеки, закололи в каком-то подвале. То есть, Бог шельму метит. И страшный преступник все равно получит возмездие. Но не хочется на этой ноте печальной заканчивать. Я еще раз вас всех благодарю. Если кто-то не смог сегодня отпроситься... Самое главное, не запретить войны, чтобы такого не было. Стараться надо, наоборот. А людям терять же нечем. Если вы там будете сидеть... Мирным путем на выборах поддерживать оппозицию нужно. Не голосовать больше за Бачкалева, не голосовать за единую Россию. Мы за него не голосуем. Алексей Николаевич. Давай его выбирать. Сейчас прямые выборы. Больше не будет назначения. Уже в сентябре у вас будут выборы. Уже вы будете голосовать за губернатором. Поэтому ему все вспомните, если он пойдет. Может ведь мы вообще не пойдем. Как можно решить проблему с трудоустройством молодежи? ЛДВР идти. Наш штаб здесь в Пензе. Видите, какие молодые ребята, уже депутаты. Стараться, есть различные формы. Самое главное не сидеть на месте. Во-первых, самому активность проявлять, получить образование. Вы понимаете, что без образования сложно. На что-то быть не давали. И не сидеть на месте. Получается какая-то вакансия двигаться в другой регион? Пожалуйста, двигайтесь. ЛДПР везде поможет. У нас есть в каждом штабе такие площадки, где мы объясняем людям, как составить резюме, какие основные работодатели в регионе. И мы координируем очень плотно это между региональными отделениями. То есть не нужен вам здесь журналист в Пензе. Приглажаем в Москву на Первый канал. Мы вам поможем устроиться. Точно? Ну попробуем, по крайней мере. Алексей Николаевич. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо. Алексей Николаевич. Сейчас искус журналист. Почему журналист? Издание «Политическое обозрение». Вы очень много говорили по Украине. У вас в партии есть одна из задач. Это объединение всех славянских народов. Есть. Что вы планируете, что вы предлагаете делать дальше с Украиной? Потому что они сейчас нас очень ненавидят. Ну не вся Украина, это нужно понимать. Только элита и западная часть. Центральная, юго-восток. Они всю жизнь были с русскими и будут с русскими. И здесь историческое, как бы, историческое, на протяжении всей нашей истории. Мы это лишний раз убеждались много раз. И вот так будет впредь. И вопрос одного, двух, трех, четырех, пяти лет, но все равно, скоро все поймут, что эта власть, которая пришла в результате вооруженного переворота, она намного хуже. Смотрите, что сегодня в Киеве происходит. Пустые прилавки. Люди на митинги выходят. Горячей воды нет до сих пор.